Друзья, привет! Вы на канале Труба Футболу. Меня зовут Виталий Трубила. Труба Футболу. Сегодня будем говорить о чешском футболе. Сегодня у нас вторая часть. Расскажем, что еще интересного есть у чехов. Чем они отличаются от нас. Смотрите видео до конца. Впереди очень много интересного, чего в принципе у нас нет. Как вы знаете, я провел в Чехии 7 лет. Я был в 4 командах. И там есть одно такое простое правило. Это командные собрания. Расскажу вам, как они происходят, на чем это завязано, как это вообще работает. В каждой команде есть человек или капитан, или другой человек, которого назначают, который отвечает за командную кассу. Что такое командная касса? Это деньги общекомандные, которые собираются с игроков. То есть игроки сами вносят в эту кассу деньги. Каким образом это происходит? Если ты приходишь в команду, ты обязан внести какие-то деньги, какую-то сумму. Зависит от твоего контракта, от срока твоего контракта. Если ты попал, допустим, в сборную тура, или попали какие-то твои фотографии в какой-то таблоид очень знаменитый, ты платишь деньги. Если у тебя свадьба, ты платишь деньги в кассу. Если мы играем в футбол, на тренировке, допустим, какая-то пулька, и ты проиграл, твоя команда проиграла, вы все несете деньги в кассу. Таким образом, вот эти штрафы, штрафы, они собирают огромную сумму денег. То есть такая хорошая, приличная сумма, которую тратят для того, чтобы команда сплотилась. Раз в несколько месяцев бывают командные собрания. То есть команда снимает ресторан и идут все вместе туда. И знаете, что самое интересное? Что практически никто не пропускает это мероприятие. Потому что гуляют, по сути, на твои деньги. Поэтому команда, полная команда в сборе, собираются и гуляют вовсю. Балдеют, кушают, пьют. Причем пьют в Чехии практически все. Я бы даже сказал все. Потому что непьющие люди как-то не уживаются в командах. Они как-то в коллективе себя плохо чувствуют. Поэтому пьют все. И если вы думаете, что чехи пьют мало, а они думают, что русские пьют много, то вы очень сильно ошибаетесь. Не с чем сравнивать. Чехи действительно пьют очень много. Но знают, когда это можно делать. Самый любимый напиток, естественно, чешское пиво. Свежее чешское пиво. Также очень интересное собрание происходит в начале сезона, когда приходят новички. Новички должны исполнить песню. Сейчас спою. Это было во всех командах. Они становятся на стул, либо на стол. И тут начинаются самые веселые. Национальные песни обычно поют. То есть легионеры приезжают, либо чехи. Наполняется все сумасшедшими эмоциями. И я до сих пор очень с таким воодушевлением, с теплотой вспоминаю эти собрания, где действительно коллектив сплощается. Это очень важно. И в продолжение продолжим про эмоции, которые чехи умеют использовать лучше, чем мы. Это люди более эмоциональные. Вот те же игры. Что стоит только одна победа в каком-то официальном матче? Это огромный приток адреналина. Футболисты, возвращаясь в раздевалку, орут, кричат, празднуют на всю катушку. Радуются как могут. Стучат бутцами по всяким там тумбочкам, по всяким коробкам. То есть стоит вот эта атмосфера победы. То есть чтобы команда чувствовала, что мы сегодня победили. Мы выложились на поле по максимуму. Понимаете, вся наша жизнь это эмоции. Люди за эмоции готовы платить огромные деньги. И у футболистов есть такая возможность получать эти эмоции на поле. Радоваться победам. Конечно, это видео теперешних времен. В то время Инстаграм, Ютуб, Фейсбук, они не пользовались популярностью. Поэтому эти видео это как раритет. К сожалению, их нет. Что еще отличает чехов от белорусов? В Чехии больше свободы перед играми. Вот вы представьте себе, я участвовал в Еврокубках. Мы играли Лигу Европы на групповой стадии. И вот домашние игры мы просто перед игрой в день игры приходили в раздевалку. Допустим, в 11 утра мы оставались дома, спали дома. Приходили, делали разминку получасовую. Там с мячом или растяжкой. Там разные вариации бывают. Я рассказываю сейчас про Славия, Прага. Там на стадионе есть гостиница. Мы заселялись в гостиницу. И буквально там после обеда мы питались. После обеда проводили 5-6 часов перед игрой в гостинице. Отдыхая, настраиваясь, думая об игре. То есть, видите как, все гораздо проще. У нас обычно это какие-то заезды за день до игры в какую-то гостиницу. Либо на базу. А бывали времена, когда люди заезжали за 2 дня в гостиницу, чтобы настраиваться. Чтобы психологически готовиться. Не знаю, насколько это правильно. Есть свои плюсы и минусы. Но я считаю, что свобода и доверие футболистам все-таки должна присутствовать. Что еще меня очень сильно удивило. Особенно, когда я вернулся в Беларусь. Что в Беларуси игроки отказываются от общения с прессой. Подходит журналист. Человек, который делает добро для футбола. Да, освещает футбол. И футболисты ему отказывают. Для меня это как-то было непонятно. Потому что в Чехии такого нет. Нет. Общение с журналистами это часть твоей профессии. Ты публичный человек. И тебя, если просят, ты должен высказаться. Да, ты можешь говорить все, что ты думаешь. Но высказаться ты в принципе обязан. Обычно выходят на клуб. И клуб предоставляет игроков. Двоих, одного или кого. Хотят журналисты. Футбол и журналистика непосредственно. Они связаны между собой. Я думаю, что журналистика в Беларуси, в Чехии, везде, во всем мире делает одно. Популяризирует футбол. Любые разговоры про футбол. Позитивные, негативные. Это разговоры. Это популярность. Люди хотят это видеть. Люди хотят это читать, слышать и обсуждать. Друзья, сейчас давайте поговорим про клубный маркетинг. В Чехии и вообще в Европе он гораздо лучше развит, чем в той же Беларуси. Там достаточно часто проходят автограф-сессии, встречи с фанатами. У каждого футболиста в Чехии во всех командах была такая традиция иметь при себе карточки. То есть выпускались для каждого футболиста отдельные карточки с твоим именем и с твоей фотографией. Ну, в форме, все как положено. Когда дети приходили к тебе, дети, люди, не только дети, болельщики подходили тебе, всегда они пытались с тобой сфотографироваться и просили автограф на память. Ну, автограф какой? Ты достаешь карточку, расписываешься на своей карточке и вручаешь ее. Это такая как традиция. Не знаю, она сохранилась до сих пор, но раньше она была. И дети прям собирали коллекции этих карточек. Это все популяризация футбола. Продажа вот этих маркетинговых вещей, всяких шарфиков, маечек тоже на более высоком уровне. Это, во-первых, популяризация клуба. Во-вторых, это доход. Да, он небольшой, он минимальный, но это доход. И у меня складывается такое мнение, что в Беларуси это как-то существует, вот этот маркетинг, но как будто он никому не нужен. Как будто это так, вот вроде, вот у нас оно есть, ну и слава богу. Хотите, покупайте. Хотите, не покупайте. Никто не заинтересован в этом, никто, серьезно. Ну что ж, идем дальше. Давайте я вам расскажу про предсезонку в чешском футболе. Повелось так, что в чешском футболе есть две предсезонки. Одна летняя перед стартом чемпионата и одна зимняя в паузе. То есть, по сути, у футболистов два отпуска, что очень хорошо, очень хорошо психологически расслабляет тебя. Сезон делится на две части. Осенняя часть и весенняя часть с отпусками между ними. Предсезонка делится на два этапа. Первый этап обычно это сбор физический, то есть где закладывается вся база. И сбор этот занимает буквально неделю. То есть мы выходим из отпуска и неделю нас гоняют, конкретно гоняют где-то на сборе. Обычно мы едем или за границу, или остаемся в Чехии. Есть у них гористые местности, где мы бегаем в гору, где мы таскаем штанги, где мы прыгаем. Что только мы не делаем. И вторая часть это игровой сбор. Обычно он был 9 дней. Там нарабатываются все вот эти вот алгоритмы действий, играются спарринги, отрабатывается именно футбольная часть. Дальше идет вкатывание в сезон, подготовочка там еще небольшая, спарринги опять же. И начинается сезон, который длится полгода. Потом снова отпуск, потом снова предсезонка. По-моему, очень круто. Ну, погодные условия им позволяют. И что самое главное, что в Чехии, чтобы получить лицензию, нужно иметь, ну, чтобы клуб получил лицензию, нужно обязательно иметь поле с подогревом. Это футбол чешский внедрил еще тогда, давно, еще лет 10 назад, когда я играл. И вы знаете, это очень прекрасно. Потому что по весне, в конце февраля, мы играли, даже бывало такое, при минус 8 градусах, но поля были в нормальном состоянии. Не в идеальном, но в нормальном. Мы могли играть. Искусственных полей там нет. И я это очень сильно приветствую. Я считаю, что в Беларуси надо к этому стремиться, надо к этому идти. Искусственные поля не совсем здоровая тема. Поверьте, футболисты это чувствуют. Худыш, 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 худыш. Найс! Ну и интересные факты вам расскажу про сборы. У меня было два в жизни очень крутых сбора. Не могу о них не вспомнить. Представьте себе, летний сбор, команда Славия Прага, известная чешская команда. Тогда она шла на первом месте. Я прихожу в команду, мы едем на сбор. Велосбор. Мы ездим по горам на велосипедах. То есть утром велосипеды, вечером футбол. Серьезно, очень интересно, очень тяжело. Но это был вот момент, когда я просто разлюбил кататься на велосипедах. Это было настолько тяжело. Так сильно ноги у меня никогда не горели. И что самое страшное, многие люди на этих сборах действительно падают. Падают. В том числе и я, к сожалению, упал. Повредил ключицу и на месяц выбыл из футбола. И хорошего в этом мало. Не знаю, насколько это хорошо. Но я вижу сейчас, слежу за командами чешскими, за чешским футболом. Они от этой практики все-таки отошли. Наверное, она не совсем правильно работает. Все-таки велосипед и футбол это немножко разные виды спорта. Ну и второй сбор. Это было вообще вау. Просто это был сбор на лыжах. Лыжный сбор. Я просто серьезно первый раз вышел на лыжах в горах. Нас привели, нас обули в лыжи вот эти беговые. И мы смотрим здесь внизу просто горка. И нам надо с нее спуститься. Подходим к тренеру и говорим. Тренер, ну я и легионеры другие. Мы не умеем. Мы первый раз на лыжах стоим. Мы не знаем, как ехать. На что тренер ответил. Ребят, а вот здесь начинается конкуренция. Докажите, что вы достойны этой команды. И мы поехали. Было много падений. Да, не с большой скоростью. Все живы, все здоровы. Но это был просто сумасшедший сбор. И от этого сбора, от этого вида подготовки, я думаю, чехи тоже отошли. Но вот такое было. И очень интересно об этом вспоминать, об этом рассказывать. Треба в футбол. Что еще раньше применяли чехи? Чехи очень сильно любили давить на пизуху, на штанги, на тренажерку, на бега различные. Куперы я бегал с ними. И еще одно упражнение классное. Вот лестница, знаете, на стадионе, вот есть лестница. Просто стадион, трибуна. Мы просто бегали по этим трибунам. Бегали, прыгали на одной ноге, на ступеньках, да, снизу трибуны, до самого верха. Спустились. Дальше на двух ногах спустились. Сбежать быстро спустились. В Беларуси я такого не встречал. Не знаю тоже, насколько это здорово. Но чехи этим пользовались. Причем во всех командах. То есть это как вот национальная какая-то вот, национальная фишка. Также было очень много скакалок. Ну, не очень много, но были скакалки. То есть физуха вот у чехов, да, она все-таки такая хорошая. Они хорошо это закладывают, и я это почувствовал. На самом деле в физухе они нас опережают. Не сильно, но опережают. Еще один момент. Это питание. У нас с этим не во всех командах, но в некоторых, которые болтаются чуть пониже, дела обстоят гораздо хуже, чем у чехов. У чехов все-таки питание это залог какого-то успеха. То есть ты спортсмен, ты должен правильно питаться. Представьте, у нас иногда перед играми в Беларуси умудряются давать яйца с сосисками. Честно скажу, в Чехии я такого не встречал. Ну, это ненормальное питание для спортсменов. Там какой-то бекон, какой-то вот хлеб, нажраться хлеба. Это ненормальное питание. Был интересный случай. Мы поехали на сбор. Опять же, Славия Прага. Тренер был там Карл Ярулим. Он после этого возглавил сборную Чехии и сборную тренировал. Мы приехали на сбор. И просто ребята некоторые набрали себе еды. Новички взяли себе там яйца, какое-то мясо, там бекон. И шли просто кушать, да. Просто тренер подходит и говорит. Ребят, вы что, с приветом что ли? Вы приехали куда? На отдых? А ну быстро тарелки поставили, набрали нормальной еды. Он прям так и сказал, прям вот жестко. Ну не настолько жестко, но ребята очень все доходчиво поняли. Поставили быстро эту еду, отставили подальше. И начали питаться нормально. То есть вот о чем речь. Очень многие тренеры там повернуты на нормальной еде. И это очень здорово. Если такая возможность есть, этой возможностью надо пользоваться. Потому что человек, спортсмен, должен питаться нормальной здоровой пищей. А компот? Компот. Друзья, ну что, давайте подведем итог. Вот мы видели, есть очень много различных мелочей, отличий от нашего футбола. Что-то стоит почерпнуть, что-то не стоит. Но из этих всех вот мелочей складывается вот это все остальное. Весь этот вот большой футбол, национальный футбол. Напишите в комментариях, что вам понравилось. Какие идеи стоит почерпнуть нашему футболу. Какие идеи все-таки перенимать не стоит. Если вам интересно узнать еще про что-то, какие-то внутрянки, напишите в комментариях. Опять же, я посмотрю, если у меня будет возможность. Надеюсь, она будет. Я сделаю еще один выпуск про Чехию, где отвечу на ваши вопросы. Ну и, конечно, я обязан вас попросить подписаться на канал. Потому что это важно для меня и для вас. Вы не пропустите мои новые выпуски. И поставьте, пожалуйста, лайк или дизлайк, если вам не нравится видео. Если нравится, ну, соответственно, лайк. Мне будет очень приятно. Друзья, спасибо, что досмотрели ролик до конца. Пока. Если вы еще не смотрели первую часть видео про чешский футбол, посмотрите внимательно. Вот ссылочка будет наверху. Там более серьезные темы, поэтому обязательно посмотрите.